Всем привет, с вами Информ ТВ. Все мальчишки советского времени не один раз видели приключенческий фильм «Тимур и его команда». На каникулах дети непременно прилипали к экранам, чтобы понаблюдать за похождениями озорных школьников. Режиссеры Сергей Ленков и Александр Бланк сняли замечательное кино. Некоторые экранные герои становились примером для детей, но был в фильме и не очень положительный персонаж – главный хулиган Мишка, с которым пионеры вели упорную борьбу. Его сыграл 19-летний актер Слава Баранов, хотя до этого он уже снимался в двух картинах, но именно эта роль сделала его особенно запоминающимся. Тогда Вячеслав впервые понял, что такое популярность. Ему стало поступать много предложений о съемках, и Слава почти не отказывал режиссерам. В его фильмографии больше 50 ролей. В 1978-м вышла драма «Расписание на послезавтра», где он сыграл одного из главных героев. А спустя пять лет Баранова пригласили сниматься в фильме «Клетка для канареек» в главной роли. Его партнершей была молодая актриса Евгения Добровольская, которая и стала его первой женой. У супругов родился сын Степан, но этот брак оказался недолгим. Буквально через год Слава с Женей развелись. Баранов был очень привязан к ребенку, всегда помогал бывшей семье деньгами и часто брал Степку, чтобы с ним погулять. Добровольская спустя три года стала женой актера Михаила Ефремова и родила от него Николая. А Вячеслав, когда приходил к своему сыну, брал вместе с ним на прогулку и маленького Колю. С приходом лихих 90-х Слава стал сниматься редко. В кинематографе был застой, интересных ролей не предлагали. Зато у него появилось другое занятие, тоже связанное с кино. С того времени Баранов стал первоклассным актером дубляжа. Его голосом на экранах говорили сотни героев голливудских фильмов. В 93-м Вячеслав создал вторую семью с Ириной Павленко. Она не имела к кинематографу никакого отношения. Общих детей у супругов не было, но у Иры подрастал больной ребенок от предыдущего брака и Вячеслав воспитал его как родного. Он приложил много времени, сил и, в принципе, денег, чтобы поднять мальчика на ноги. С финансами тогда проблем не было, так как озвучивание приносило хороший доход. Но прожива в браке 7 лет, Вячеслав и Ирина развелись. По какой причине они расстались, ни один из супругов комментировать не стал. В течение следующих 10 лет Баранов жил один, он по-прежнему занимался любимым делом – озвучкой. Но когда актеру исполнилось 52, его стали беспокоить сильные боли в спине. Обращение к медикам, к сожалению, оказалось запоздалым. Диагноз поставили неутешительный – онкология почки, четвертая стадия. Буквально через несколько недель Вячеслава поместили в хоспис. Там он в последний раз повидался с сыном, который пришел навестить отца. После этого Степа уехал во Францию стажироваться и умер Баранов в одиночестве. Ему было всего 53 года. В последний путь Вячеслава проводили коллеги-актеры. Если вы помните роли этого замечательного актера, ставьте лайк, также не забывайте подписываться на канал и жмите на колокольчик. Удачи!